Ребята, играем как обычно. Вы ставите лайк, оставляйте комментарии. Под ваши комментарии я оставляю свои лайки и все счастливы. Ну что, ребята, всем доброе утро. Я сегодня проснулся пораньше специально, чтобы вскрыть свои самые лучшие награды за Викенд Лигу за всю ФИФУ. 199 место ФУ Чемпионс. Вы понимаете, я просто вот на грани был. 29 побед лично я сам сделал в этой Викенд Лиге и занял 199 место. Я очень надеюсь, что награды будут охилительные, потому что, сами понимаете, не каждый день ты берешь 199 место. 125 тысяч, ультимейт набор, 2 пака по сотке, 4 пика и 2000 очков за Викенд Лигу. Ух, ребята, какие большие награды. Реально, это мой самый лучший результат пока что на данный момент. К сожалению, до 30-ки немного не хватило, но ничего страшного. Я буду пытаться дальше. Наконец-таки, по дефолту, у меня будут отличные награды за Викенд Лигу. Я вам просто хочу напомнить, что вот эти вот две карточки, это самое лучшее, что со мной происходило больше, чем за полгода Викенд Лиге. Вы только вдумайтесь! Больше, чем за полгода! На данном этапе это, конечно, вообще смешно, но я буду не против, если сегодня EA Sports обновят мне Вольверда. Это будет символично, красиво, что карточка, за которую я отыграл 307 матчей, у меня обновится в тот варианте. Друзья, сегодня у нас одна вторая Лига Европы, Манчестер и Натальд будут играть против Рома и моих спонсоров из компании OneX. Вы всегда можете делать ставочку. Выплаты практически на все платежные системы. Регистрация в один клик без паспорта, ссылочка будет где? В описании. Или же можете просто перейти по моему QR-коду. Друзья, если вам нужны монетки, чтобы усилить свой состав или открыть пакциз, ссылочка на мой личный сайт с продажей монет будет в описании. Не буду долго болтать, просто открываю первый пик за Викента Лигу. Вау, какие красавчики. Так, Ильичич сразу отлетает, пуки, вряд ли я им играть буду. Наверное, из всей этой пачки симпатичнее всех смотрится Таглеофика. А че у него геймфейса нет? У него там такая охуительная фоточка, где он в очках бежит. Ладно, так или иначе берем именно его, потому что все остальные ребята мне никак никуда не подходят. Таглеофика как-нибудь там на лоу сыгранности можно залинковать через Кумира. Окей, давайте теперь возьмем вот самый крайний пик. Смотрим, что здесь у нас будет. Киен, Мулин, Зелинский, Эдуард и Джей. Наверное, все-таки Зелинский я возьму. Его хоть как-то можно использовать на ЦП. 5, здесь на слабый, 4 на финтах. Не сказать, что это прям вау-пики. Ну давайте, блядь, ну впервые в жизни-то можно дать мне какие-нибудь классные красные пики. Блядь, пиздец, говно. Дерьмо, дерьмо. Да как такое возможно, блядь? Даже когда тотсы падают, ничего годного мне не сыпется. Да это просто ржомба какая-то. Во время тотсов не поймать ни одного, блядь, топ-3, топ-5. Но это прям совсем грустная история. Ну, тут уже немного получше, скажем откровенно. Тут есть Нкунку, прикольная карта. И есть Буэндия. Ну вот этим вот Буэндия я не играл. Но статуи у него, конечно, просто ебейшие, вы посмотрите. Ну, чтобы вы понимали, этот парниша отсутствует на трансферном рынке. Нифига себе, 400 тысяч его максималка, его нет на трансферном рынке. Изначально я хотел взять Нкунку, так как я его мог залинковать с Мукуелли, но он стоит 130 тысяч. А этот парни стоит 400 тысяч. Соответственно, я, наверное, возьму эту карту. Не знаю, где она мне пригодится, но как минимум статуи просто пиздец. Наверное, как-нибудь заиграть его стоит попробовать. И, в общем, тоже такие вот красные пики за ТОЦ Чемпионшип и ТОЦ Комьюнити. Не знаю, хорошо это или плохо, напишите в комментариях. Самые топовые паки впереди, еще 6 штучек, редкий меганабор. Я помню, в одном из последних видосов в редком меганаборе мне упал Уолкаут. И здесь тоже падает ТОЦ, ну-ка! Нет, это ЛЧ, я научился по стенкам определять. Это Ван Дайк? Блядь, это даже не Ван Дайк. Ни разу на моей памяти я не ловил Ван Дайка. Конечно, могу ошибаться, может кто-нибудь помнит, падал мне лет, но что-то я не припоминаю. Так, Уолкаут есть! Но это обычная карточка, к сожалению, Бразилия. Давай, Алфа! Хотя, зачем мне Неймара, я не знаю. Это Бобби Ферминотс, ФДшник. Так, ну и, собственно, 3 самых лучших пака. Это большой набор редких игроков. Пак за 100 тысяч на секундочку. Тут, конечно же, Уолкаута у нас нет. И второй пак за 100 тысяч. Давай тоже без Уолкаута, зачем? Зачем эти Уолкауты не нужны они мне? Давай без. Супер, отлично. Два продаваемых набора за 100 тысяч и ни одного Уолкаута. 82 максималка. Какой прекраснейший пак за 100 тысяч. Ну и переходя к нашим друзьям из Уолныкса, ребята, не забывайте про мой промокод. Он поможет вам на старте. Ну и, собственно, то, ради чего мы здесь собрались, ребята. Бронза выпакет за 750 монет. Открываем! Давайте, мы здесь должны увидеть Тодса. Вы посмотрите, ребята, реально Тодс выпал. Воу! Не спи здесь, я вот честно записывал эксперимент, где пытался поймать в серебряных и в бронзовых паках Тодсы. И наснимал я подобного контента на 3 ебаных часа. Потратил, ну, нормальную такую сумму монет и не поймал ни одного Тодса. Ни в серебряном, ни в бронзовом. Так что, можете в комментариях меня пожалеть или просто назвать долбоебом, который занимается какой-то хуйней. Я очень надеюсь увидеть уругвайский или английские флаги. 11 Тодсов! 11! У меня никогда не было такого большого пакопинга на канале. Давайте, ребята, не подведите. Уругвайц! Уругвайц! Это англичанин, ПЗшник, это Ван Бисако. Ну, это значит, что Вальверде уже точно там не будет, наверное. Хотя, подождите, какой рейтинг Вальверде? Тоже 92, кстати, ребята, он может еще упасть. Подождите. Раньше времени себя не дизморалим. Как минимум, мы уже налутали 610 тысяч, что довольно-таки неплохо. Я рад тебя видеть, ПБСако. Давайте теперь посмотрим, что же внутри. Нет ни Вальверде, нет ни Барнса. 11 Тодсов, блядь. И не могли хотя бы парочку пиздатых карточек положить. Сейчас у меня на аккаунте лям 700. Давайте я сейчас все продам и сделаем выводы, сколько бабок я с этого полутал. Ну что, друзья, продал я всех Тодсиков, и мой бэнк-аккаунт нормально так пополнился. 3,3 миллиона. Больше полутора ляма я на этом дерьме заработал, что довольно-таки неплохо, наверное, да? Но все равно, когда ты видишь 11 Тодсов из комьюнити, ты как минимум ожидаешь увидеть двух топчиков. В данном случае было бы круто увидеть Вальверде и Ван Бисако. Ну или же Барнса и Ван Бисако. Ну, в общем, какой-то вот такой дубль. Даже Алла бы не было, блядь. Ладно, ребята, можете опять написать, что я зажжался и все такое. Но чуть-чуть я разочарован. Опять же, учитывая, какой это был пак. Не знаю, насколько еще, ребята, имеет актуальность тест вот этой вот команды. И хотелось бы запилить для вас видосик. Возможно, даже Викенд Лигу этой тимой отыграть. Тут сразу 8 Тодсов я умудрился уместить. Это Эдуард, Домбелен, Кунку, Ариоля, Мукуелли. Справа я собрал Сара. Слева у нас Корея, которую вы можете собрать в заданиях. И Таглеофика тут просто залетел как влитой. Так что напишите, если вам до сих пор интересен и актуален данный тест-драйв. А я с вами прощаюсь. Вот такие вот награды были за топ-200. Если вам понравился этот видос, поддержите его лайкусиком. И оставляйте классный комментарий. С вами был я, Пандосов Иксович. И всем хорошего настроения. Чао, какао.